Всем привет! В данном видео я расскажу вам все о марксизме. Автором теории, которую последовательно зовут марксизмом, был немецкий журналист, экономист и философ Карл Генрих Маркс. Общественный деятель родился в городе Трире в 1818 году. Обладал блистательными способностями к наукам и в 1841 году окончил Берлинский университет. В возрасте 23 лет защитил докторскую диссертацию по античной философии. Увлекался учением классика немецкой философии Гегеля, который был идеалистом. Со временем Маркс занял материалистические позиции, но позаимствовал у Гегеля философский метод диалектики. Таким образом появилась теория марксизма, положения которой изначально были прописаны в манифесте коммунистической партии. Марксизм – это целостная система взглядов на все социальные процессы. Но эту систему можно условно разделить и определить ее основные составные части, а также источники. Известный русский революционер-марксист Владимир Ильич Ленин в одной из своих работ выделил три источника, на которых основываются идеи марксизма. Первой являлась английская политическая экономия, в которой говорилось, что учение Маркса – это прежде всего учение об экономической теории. Поэтому источником этого учения являются предшествующиеся марксизмоэкономические представления, среди которых английская политическая экономия – Адам Смит и Давид Рикардо – положили начало современной политической экономии, создав трудовую теорию стоимости. Труды английских экономистов Карл Маркс брал за основу своей теории. Немецкая классическая философия говорила о том, что в идеалистической диалектике Георга Гегеля Маркс видел основу своего философского мышления, но после прочтения трудов Людвига Фейербаха философ начинает понимать, что идеалистическая позиция очень шаткая и даже неверна. Маркс разрабатывает новый метод, комбинируя философию материализма и диалектику. Как он сам заявлял, цитирую, мы поставили диалектику Гегеля с головы на ноги. Мы рассмотрели марксизм кратко и многие его положения остались без внимания, но уже довольно ясно, что это не только пустое и утопическое учение, а целый научный метод решения многих общественных противоречий. Марксизм – это не догматика советских учебников, это живая, динамически развивающаяся мысль. На Западе и в России множество интеллектуалов придерживаются учения Карла Маркса и его многочисленных преемников. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok